Здравствуйте! В эфире информационно-просветительская передача «Свет миру». Открывает ее рубрика «Епархиальные вести», которая расскажет об основных событиях и жизни Липецкой епархии. 5 октября в храме во имя преподобного Сергия Радонежского в село Липовка Задонского района состоялось освящение престола. Чин освящения совершил митрополит Липецкий Задонский Никон. В этот день правящему архиерею сослужили секретарь епархии Протерей Василий Бельчук, наставитель храма Иерей Александр Бордашевич и духовенство епархии. Каменный храм во имя преподобного Сергия Радонежского был построен в середине XVIII века Алексеем Ивановичем Бехтеевым в родовом поместье при участии святителя Тихона Задонского. После 1917 года церковь была закрыта, а затем разрушена. Работы по восстановлению храма были начаты в 2008 году по благословению правящего архиерея, тогда еще Липецкой Елецкой епархии владыки Никона. Опять родился этот храм для того, чтобы приносить плоды, достойных покаянием. Опять храм будет готовить православных для того, чтобы они бы наследовали Царство Небесное. Храм преподобного Сергия Радонежского. Активное участие в деле восстановления храма приняли директор Бехтеевского фонда возрождения русской старины Владимир Неверович и автор-исполнитель духовных песен Светлана Копылова. Мне трудно сказать, что я испытываю сейчас, потому что чувства и переполняются с одной стороны, и с другой стороны я ощущаю, как будто бы это все происходит не со мной. Как будто бы я немножко со стороны так смотрю на все, что происходит. И вроде бы я имею к этому отношение, в то же время я понимаю, что без Господа ничего бы не получилось, потому что Он направлял, Он посылал мне людей, которые помогали. Сегодня вот такая великая радость Господь дал нам присутствовать на освящении, праздничная воскресная литургия, и, конечно, на глазах из вот этого, из развалин храма, который лично строил, принимал участие святитель Тихон Задонский, пешком ходивший до Задонска. Другой владыка также вот кропотливо восстановил. Этот знаменательный день жители села Липовка запомнят надолго, ведь теперь у них есть свой действующий храм с многолетней историей под покровительством преподобного Сергия, игумена Радонежского всей России, чудотворца. 6 октября на площади у Липецкого областного центра культуры и народного творчества в рамках духовно-просветительской программы «Единая вера. Единая Русь. Святая» начала свою работу православная выставка-ярмарка изделий монастырских мастерских «Кладезь» Свято-Ельсоветинского женского монастыря города Минска. Выставка открылась по благословению Высокопреосвященнейшего Никона митрополита Липецкого и Садонского. Пресс-конференцию о целях и значимости мероприятия провел заместитель начальника управления культуры и искусства Кравченко Владимир Александрович. Так или иначе, цели достаточно простые и ясные, потому что укреплять единство православной веры надо сейчас как никогда. И, конечно же, мы очень благодарны Свято-Ельсоветинскому монастырю, потому что они привозят всегда к нам очень интересную программу, которая охватывает от мала до велика. Главным событием для верующих города Липецка стало прибытие ковчега с частицей мощи Святой Равноапостольной Марии Магдалины. Благочины Первого Липецкого церковного округа протерей Константин Гришин послужил молебен перед святыней, после чего мощи были перевезены в Христорождественский храм, где будут находиться до 12 октября. Программа, с которой приехали гости из Белоруссии, несет в себе духовно-просветительскую направленность. Так, помимо ярмарки, на площади ежедневно работает кукольный театр для детей. Также запланированы просмотры художественных фильмов для подростков, беседы священнослужителей с молодежью и прочие мероприятия. Мы бы хотели, чтобы учители города Липецка прикоснулись к красоте и к истине православной веры, потому что 2000 лет существует Христова церковь, и это была традиционная вера наших прабабушек, прадедушек. То, что сейчас многими отвергается, ну и, конечно, благодаря советскому времени, так сказать, в кавычках, благодаря, да, то, что мы потеряли, мы бы хотели, чтобы сейчас мы это снова приобрели и поняли, что только через церковь, только через православие возможно построить настоящую семью, настоящее общество. Вся продукция, представленная на выставке, сделана руками насильников, которые трудятся в Святой Елисаветинском монастыре. Здесь можно приобрести православную утварь, иконы, одежду, косметику, а также товары для здоровья. Хочется пожелать успехов в работе организаторам, хочется пожелать нашим дорогим лепчанам, чтобы они время своего досуга, наверное, сориентировались сюда, можно будет прийти, посмотреть. В Липецке выставка ярмарка открывает свои двери в четвертый раз. Все желающие могут посетить ее до закрытия. 9 октября храм в имя преподобного Сергия Радонежского Всероссии чудотворца города Липецк отметил свой престольный праздник. Божественную литургию в этот день возглавил настоятель храма претерей Сергий Косых. Многие верующие пришли молитвенно почтить память преподобного. Для нас это большой праздник. Сергий Радонежский, ведь это же наш игумен в Сея Руси. Замечательный праздник просто для нас. Мы всегда очень рады бываем на празднике, побывать здесь. У нашего отца, настоятеля Сергия, который именно кормляет нас, помогает нам, советует нам, конечно же, с Божьей помощью. Потому что ему помогает все-таки, наверное, Сергий Радонежский. Преподобный Сергий почитается православным как собиратель земли русской. Во время феодальной раздробленности нашего государства он был первым, кто начал объединение русских земель. По его святому благословению была держана победа над татарами на Куликовом поле. При своей жизни преподобный особо чтил Святую Троицу и первым начал строительство храмов в ее честь. Люди молятся преподобному о помощи в учебе и прочих житейских нуждах. Сам Сергий Радонежский – это самый великий помощник, защитник, покровитель нашей русской земли, именно России, которая сейчас так нуждается в этом. И мы все молимся ему, конечно, именно о защите нашей страны. Ну и, естественно, о нас и о наших детях. По окончании богослужения верующие прошли с крестным ходом вокруг храма с иконой преподобного Сергия. В этом году Россия отмечает 700-летие со дня рождения преподобного. Все, кто сердечно, с горячей надеждой и верой обращается к преподобному Сергию, несомненно, получают его богодатную помощь и утешение. В специальной школе-интернате села Дмитрияшевка Холевинского района открылась неделя православной культуры, посвященная тысячелетию представления святого рано-апостольного князя Владимира и 70-летию победы России в Великой Отечественной войне. Дело в том, что у нас недели проводятся во всех школах нашего района, ну и в некоторых школах еще Задонского района, то есть во всем Богочине Задонском. Но это, я считаю, что особо важное место, потому что школа-интернат. Вот, и здесь есть дети, которые не имеют родителей, или родители лишены родительских прав, поэтому особо, как бы, хочется побольше их опекать. И все дети нуждаются, и в обычных школах, но в школе-интернате мне особенно хочется здесь проявить внимание. Дели православной культуры содержат обширную программу. Детей школы-интернат ждут интересные встречи со священниками, уроки, музыки, колокольные звоны Руси, а также просмотры фильмов и театрализованные постановки на заданную тематику. Такие недели православия, вообще уроки православия, те беседы, которые проводит отец Владимир с нашими ребятами, другие православные священники, они дают очень много душевного тепла, как-то уравновешивают ребят, скажем так, смыслом наполняют их жизнь. Встреча школьников со священниками «Скажите батюшка», которую привели руководители прихиального отдела образования и катехизации, претерии Виталия Диэсперов и благочины Задонского церковного округа Ирей Владимир Силантьев, вызвала особенный интерес у детей. Среди задаваемых вопросов наиболее значимыми для них были о сотворении мира, для чего необходима молитва, о заповедях божьих и многие другие. Надеемся, что неделя православной культуры оставит у детей только светлые воспоминания, а полученные знания помогут и на жизненном пути. 9 октября в здании Липецкого государственного педагогического университета в рамках богословских курсов «Вера, традиция, культура» состоялась презентация документального фильма «Ищите меня» Липецкой епархиальной телестудии «Свет миру». Автором сценария и режиссером-постановщиком фильма является монахиня Агафона Шнейдер. Документальный фильм рассказывает о жизни и подвиге трех новомучников разных десятилетий советского времени, которые через сны, необычные мысли и ощущения, вызываемые у своих родных и незнакомых людей, стали звать их. «Название «Ищите меня» мне кажется, оно очень, если можно так же сказать, удачно для этого фильма, потому что люди, которые ищут Бога, которые находят Его, которые берегут Его в своем сердце, им никакие страдания, никакие испытания, не в тягости. Даже если они знают, что их ждет, они все равно не останавливаются, идут по верному пути и принимают в конце своего жизненного пути тяжелый мученический венец». На Международном фестивале православных СМИ «Вера и Слово» в конкурсе документальных фильмов и передач на общую тему «Подвиг новомучников и исповедников Церкви Русской» фильм «Ищите меня» вошел в десятку лучших фильмов, отобранных в ходе конкурса. На этот раз он не оставил равнодушными тех, кто пришел на премьеру показа. «Немало сегодня есть работ документальных фильмов, посвященных подвигу новомучеников. Вот Матушке Гафоне удалось свое новое, хорошее, профессиональное и сердечное слово о новомучениках сказать. Спасибо ей за этот подвиг, за эту работу». «Документальное кино становится интереснее, чем художественное, потому что здесь положительных героев, которых достаточно трудно придумать, над этим бьются наши сценаристы, литераторы. А здесь это все дало жизнь, это происходит в нашей епархии, это живые конкретные люди, которые вносят свет в нашу жизнь». «Мне фильм очень понравился на самом деле. Я очень рада, что вообще такие фильмы есть, потому что новомученики действительно являются нашими покровителями, тем более, что это новомученики нашей Липецкой земли». По окончании просмотра фильма все желающие смогли приобрести диски с автографом автора. 11 октября церковь празднует память преподобных схемонаха Кирилла и схемонахини Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского. Они были строгими блюстителями церковного устава, чему учили своих детей. О других церковных праздниках вы узнаете из рубрики «Православный календарь». 11 октября чтится память преподобного Харитона Исповедника. Во время гонений на христиан в Иконии в IV веке святой мужественно обличил языческих богов и твердо исповедовал веру в единого истинного Бога. За это он претерпел жестокие мучения, но по промыслу Божию остался жив. При своей жизни он создал три монашеские обители с особо строгим уставом. По преданию преподобный Харитон составил чин иноческого пострижения. 14 октября русская православная церковь празднует покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. В этот день вспоминается чудное явление Божией Матери во Влахернском храме. Преклонив колено, Пресвятая Дева со слезами молилась Господу Иисуса Христу за христиан, после чего она распростерла над стоящими в храме свой плат. Вот почему в этот день мы просим Царицу Небесную покрыть нас от всякого зла честным ее амафором. В этот же день чтится память священномученика Тихона и исповедницы Хионии Архангельских, которые входят в собор Липецких святых. Их семья проживала в селе Труекурово-Лебедянского уезда. До самой смерти они были верны Богу, за что не раз терпели скорби и унижения от советской власти. Архиерейский собор 2000 года причислил их к ликуновомучеников и исповедников российских. В рубрике «Тебе поем» смотрите один из самых наших ранних видеоклипов «Святая Русь». В его основе песня на слова и музыку Стаса Михайлова поет Владимир Мурушкин. Доведенная до края Ты ни разу не сдавалась Заливаясь морем крови И пропев последний гимн Ты распятой оказалась Перед полчищем ублюдков Из великой и державной Стала кладбищем Руин, руин, руин Подними святая Русь Здесь живу я и молюсь Здесь увидел белый свет И любовью пыль согреть Православная страна Ты Россия, мать моя За тебя я здесь молюсь За Богом избранную Русь За Богом избранную Русь И топтали, и кололи Унижали, и рубили Опускали на колени Но боялись, как огня Ты жива, пока ты с Богом Православная Россия Над тобою раскрывает Матерь Божья покрова Подними святая Русь Здесь живу я и молюсь Здесь увидел белый свет И любовью был согреть Православная страна Ты Россия, мать моя За тебя я здесь молюсь За Богом избранную Русь За Богом избранную Русь Доведенная до края Ты ни разу не сдавалась Заливаясь морем крови И пропев последний гимн Нашу передачу хотелось бы закончить словами святителя Николая Сербского Несчастье, которое Бог попускает нам претерпевать Лучше счастье, которое мы сами себе строим Мы прощаемся с вами на неделю Ангела вам Хранителя Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok